МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Суд поставил точку, но устроил, и это решение похоже не всех. Младшая дочь Виктора Гончара оказалась в больнице. Кто избил ребенка, выясняют правоохранители. В гибели 4-летней девочки признали горку. Областной суд пришел к неожиданному выводу и не стал ужесточать приговор нерадивой воспитательнице. Они точно знают, куда приводят радикальные идеи, сколько террористов отбывает наказание в тюрьмах Новосибирской области. Старая женщина опасности не представляет. Именно так ответили полицейские Юлии Гончарном многократные обращения по поводу нападений на ее дочерей. А сегодня 9-летняя Настя оказалась в больнице. Неожиданное продолжение нашумевшей истории о неосторожном убийстве на пороге собственной квартиры в материале Анны Скок. 9-летняя Настя Гончар жалуется. У нее до сих пор болит голова. Из больницы ее выпишут не раньше пятницы. Третья классница стала жертвой взрослых разборов. Вчера, когда девочка возвращалась из школы, ее подкараулила старая знакомая. Женщина, которая, по словам Кончаров, напала на беззащитного ребенка, семье давно известна. Людмила Галкина, мать того самого наркомана, который два года назад ворвался в их квартиру. Виктор тогда заступился за старшую дочь и нанес незваному гостю несколько ударов, от которых тот скончался. В конце декабря минувшего года Гончара осудили за неосторожное убийство. Он получил наказание, не связанное с лишением свободы. Но такой результат устроил лишь одну сторону. Мать Артема Галкина посчитала, что убийца ее сына заслуживает самого сырого приговора и обвиняла во всем дочку Гончаров. Она же вот приходила, стучала к нему в гости, эта девочка. И это самое, он ей жаловался, ну как не жаловался, а говорил, что, мол, малолетка достала, еще посадят. Окончательное решение Фемиды Людмилу Галкину закономерно не удовлетворило. Юлия Гончар рассказывает, сгорбящая мать буквально не давала прохода ее дочкам. К родителям приставать не рисковала, а вот девочек ловила и в школе, и возле дома. Ситуация осложнялась тем, что живет Галкина по соседству. Юлия пыталась найти защиты у правоохранителей. Но те, по словам обеспокоенной женщины, не оценили серьезность ситуации. Я писала заявление по этому поводу, но наша полиция не отреагировала. Это как бы обычная отписка была. Пожилая женщина. Пожилая женщина опасности не представляет. Именно так, по словам Юлии, ей ответили в отделе. Теперь реакции правоохранителей ждут не только супруги Гончар, но и журналисты. Официальный комментарий в пресс-службе полиции пообещали дать позже. Молчат пока и следователи. Следственный комитет пока не дал официального ответа по поводу проверки этой шокирующей истории. А это значит, пока супруги Гончарно вещают в больнице младшую дочь, старшая дожидается родителей у подруги. Возвращаться домой одной может быть слишком опасно. Анна Скок, Андрей Дулепов. Экстренный вызов. Реального наказания не будет. Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу бывшей воспитательницы детского сада Кристины Киробян. Ранее ее признали виновной в гибели 4-летнего ребенка и назначили два года колонии поселения. Однако сегодня вышестоящая Фемида пересмотрела этот приговор. Решение Первомайского районного суда, вынесенное еще в начале прошлого года, не устроило ни одну из сторон. На рассмотрение апелляционных жалоб потерпевших и защитников осужденной ушло больше пяти месяцев. Процесс затянулся из-за двух экспертиз, назначенных по ходатайству адвокатов Кристины Киробян, судебно-медицинской и строительной. Согласно заключению технических специалистов, горка, на которой погибла девочка, не соответствовала требованиям безопасности. Хотя, по мнению гособвинителя, этот факт не оправдывает воспитательницу, допустившую халатность при выполнении своих обязанностей. Как следует из видеозаписи, после застревания между ступенями пострадавшая пыталась выбраться, подавала признаки жизни. Следовательно, при надлежащем выполнении Киробян своих профессиональных обязанностей, возможно было своевременное обнаружение противень и таких последствий, как наступление смерти противень, удалось бы избежать. Таким образом, между бездействиями подсудимой и наступившими последствиями имеется причинно-следственная связь. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как воспитанники детского сада пытались сами помочь застрявшей между ступенек горки четырехлетней Вике Противень. Тогда как воспитательница довольно длительное время попросту отсутствовала. В итоге ребенок скончался от асфиксии. Согласно материалам дела, педагог пришла на помощь девочке лишь через 17 минут, когда было уже поздно. Следователи также установили, что во время прогулки Киробян, вопреки запрету, пользовалась мобильным телефоном. Разумеется, адвокаты осужденной не согласились с выводами оппонентов. Киробян, являясь воспитателем, на момент трагедии именно осуществляла контроль за детьми. И это видно из видеозаписей, которые имеются в материальных делах. Киробян не погидала площадку, не разговаривала по телефону, как утверждает прокурор. Она занималась детьми. Правда, за Викой Противень ответственный педагог почему-то не уследила. К слову, в апелляционной инстанции на освобождении Киробян от уголовной ответственности настаивали сразу три адвоката. Они отмечали, что трагедия произошла из-за конструктивных дефектов опасной горки, отсутствия в садике медработника, переполненности групп и других факторов, якобы оправдывающих их подзащитную. В общем, виноваты все, кроме сотрудницы детсада, которая непосредственно отвечала за детей. Сама осужденная сегодня хранила молчание и даже отказалась выступать с последним словом. Родители погибшей девочки и прокурор хотели, чтобы фигурантки колонию-поселение заменили на общий режим. Однако облсуд, отменив первый приговор, неожиданно смягчил наказание экс-воспитателю. Признать Киробян Кристину Киробовну виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 109 Уголовного кодекса РФ, по которой назначить ей наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. Помимо этого, Киробян на протяжении двух лет запретили заниматься педагогической практикой. Это решение повергло супруга в противень в шок. Смириться с тем, что виновница гибели их ребенка останется на свободе, родители не в состоянии. Хотели, чтобы она была наказана по всей строгости закона, потому что у нас еще есть ребенок, который тоже хотел бы пойти в садик, но мы ее отдать не можем по причине того, что мы теперь просто боимся. Потерпевшие теперь собираются искать правды в Верховном суде и надеются на пересмотр сегодняшнего приговора. Ведь, по их мнению, профессиональная безответственность человека, которому было доверено самое дорогое – детские жизни, должна наказываться куда строже. Леонид Вишенко, Алексей Погудин. Экстренный вызов. Как бандитам сидится в сибирских тюрьмах и что меняется в их сознании за время отбытия наказания? Мы уже не раз показывали интервью с бывшими участниками вооруженных формирований. А сегодня при помощи эксперта попытались разобраться в том, кого вербуют в свои ряды современные террористы. За убывание срока наказания полностью исправился и не намерен в дальнейшем совершать или помогать тем, кто совершает преступление террористического характера. Отсидев свой немалый срок от звонка до звонка, они уверяют, что встали на путь истины и больше помогать террористам не будут. Среди тех, кто отбывает наказание в сибирских колониях, есть активные в прошлом участники вооруженных формирований. Те самые, которые устраивали взрывы, незаконно пересекали границу и вступали в бой столкновения с федеральными силами. У каждого экс-террориста был личный мотив, чтобы взять в руки оружие. Почти четыре десятка человек, осужденных за терроризм, экстремизм и бандитизм, отбывают наказание в сибирских колониях. Большинство из них только в заключении поняли, что, как и многие молодые парни, попались на красивую, но опасную приманку. Терроризм обычно вот сейчас связывает преимущественно с субъектами, которые имеют более, так скажем, ограниченные ресурсы. То есть это более слабая сила по сравнению с государством. То есть это какие-то миноритарные группы, оппозиционные, какие-то заговорческие кружки и так далее. Профиль террориста с учетом демографических, социальных и психологических аспектов пытались создать многие ученые, но в итоге пришли к выводу, что это невозможно. Одну тенденцию специалисты выделили четко. Преимущественно в террор идет молодежь. Проблема создания какого-то единого образа террориста очень сложная. Вот тут нужно исходить из конкретных причин, да, смотреть из конкретной обстановки, социально-экономической, ну и прежде всего политической, а также культурной и духовной, так скажем. И в каждом случае терроризмом могут обнаружиться свои какие-то особенности. На родине у них остались жены и маленькие дети. Возвращение сыновей из сибирских тюрем ждут престарелые матери. Выходя на свободу, они с опаской смотрят в будущее и теперь точно знают, куда приводят радикальные идеи. На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Он доступен по будням в рабочее время с 10 утра до 6 вечера. Видео ЧП выкладывайте в группе экстренного вызова ВКонтакте. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. Срочно нужно ехать? Или поездка уже запланирована? Звони 355-1010 или скачай приложение Гранд Авто. Вызывай в один клик. Добирайся быстро в любую точку города. Плати наличными или картой. Доступно в App Store и Google Play. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова